МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! На государственном телеканале Западная Армения очередной выпуск новостей. Сегодня в эфире поездка дня Национального собрания Западной Армении. Противник возобновил наступательные действия на южном направлении. Идут ожесточенные бои официально представителей Минобороны Республики Армения. Мы поддерживаем народ Армении. Турция должна выйти из войны мэр Лос-Анджелеса. Омбудсмэн Арцаха представил список жертв и раненых от ударов ВС Азербайджана. Генеральный секретарь Нигиарабских государств осудил правительство за эскалацию напряженности. В Западной Армении обнаружена гробница Урарцкого периода. Всемирный день учителя. 4 октября состоялось очередное внеочередное заседание парламента Западной Армении. В заседании приняли участие президент Республики Арманак Абрамян, спикер парламента Леонардо Басмаджан, премьер-министр Седа Меликян, члены правительства депутаты. Главной темой обсуждения на заседании была ситуация в Арцахе. Участники онлайн-заседания подтвердили свою готовность поддержать Арцах. Активное участие в заседании приняли депутаты из латиноамериканских стран. Напомним, что заседание парламента Республики Западной Армении, исходя из ситуации, проходит ежедневно. Противник возобновил наступательные действия в южном направлении Арцахского фронта. Об этом написал на своей странице в Facebook пресс-секретарь министра обороны Армении Шушан Степанян. Ведутся ожесточенные бои. Подразделения армии обороны наносят достойный контрудар по вражеским силам, отметила Степанян. Напомним, что вооруженные силы Азербайджана 27 сентября предприняли ширкомасштабное нападение на Арцах, нацелившись также на мирное население Республики. Противник потерял 3145 убитых и 5270 раненых людей. В настоящее время противник интенсивно обстреливает Степанагер системами залпового огня, сообщил пресс-секретарь Минобороны Шушан Стапанян. Лос-Анджелес гордится тем, что является родиной самой многочисленной армянской общины. Об этом в Твиттере написал мэр Лос-Анджелеса Эрик Гарсети. Мы поддерживаем народ Армении и я призываю наших лидеров в Вашингтоне продолжать стабильную и жесткую дипломатию, необходимую для установления мира в Арцахском регионе. Турция должна выйти из боя, написал он. Напомним, 27 января вооруженные силы Азербайджана начали масштабную атаку против Арцаха, нацеленную на мирное население. В рамках миссии по сбору фактов в аппарате омбудсмена Карабаха были тщательно изучены и проанализированы последствия фактов преступного посягательства ВС Азербайджана в отношении прав мирного населения Нагорного Карабаха с 27 сентября по 3 октября. Офис омбудсмена представила в докладе подробности о жертвах пострадавших. Поименный список гражданских лиц, сообщает спутник Армении. Отмечается, что до 4 октября включительно были убиты в общей сложности 18 мирных жителей, из них 15. До 3 октября одна несовершеннолетняя девочка, 6 женщин и 8 мужчин. Маленький ребенок и две женщины были убиты во дворе дома, а другие в общественных местах различных населенных пунктов. Центральная площадь Квартал. Случаи смерти были зарегистрированы в городах Степанакирт – 3 человека, Мартуни – 6 человек, Гадрут – 1 человек, Мартакирт – 3 человека. В населенном пункте Алашан – 1 человек и в местности возле общины Мэтшен – 1 человек Мартакиртского района. Телесные повреждения получили в общей сложности около 80 человек, из них 60 серьезные травмы. Это 48 мужчин и 12 женщин. Генеральный секретарь Лиги арабских государств Ахмед Абульгейт заявил, что роль Турции в углублении региональной напряженности в регионах Кавказа и Средиземноморья закончится плохо для этой страны. Как сообщает Армен Пресс, в частности, Ахмед Абульгейт подчеркнул, что президент Турции Раджептай Пардоган на Кавказе вмешался в конфликт между Азербайджаном и Арменией, столкнулся с Грецией и Кипром, напал на газовые зоны Восточного Средиземноморья. Ахмед Абульгейт также отметил, что его возмущает и то, что в качестве наемника в войне Азербайджана с Арменией используются сирийцы. В селе Аккуш в провинции Хакари в Западной Армении была найдена каменная гробница, которая, по оценкам специалистов, относится к урардскому периоду. Лектор университета Хакари, изучивший гробницу, отметил, мы можем назвать его Королевским мавзолеем, потому что он состоит из множества комнат. Эта высоченная в скале гробница относится к урардскому периоду. Это самая старая пещерная гробница в регионе. Ежегодно 5 октября свыше 100 государств отмечают Всемирный день учителя. Исторической предпосылкой для учреждения Дня учителя стала состоявшаяся 5 октября 1966 года в Париже специальная межправительственная конференция о статусе учителей. В результате представителями ЮНЕСКО и Международной организации труда был подписан документ рекомендации, касающийся статуса учителей. В 1994 году Всемирный день учителя отмечался в этот день впервые. И с тех пор праздничные мероприятия неизменно проходят именно 5 октября. на сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию исполнение песни Увуркаджа Сахак Сахакян. Увуркаджа Сахакин. Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь миром.